Особое мнение на 101FM Обнародовал список избранных депутатов Получилось 24 мандата у представителей Единой России И 11 у оппозиционных партий Оценить, пожалуйста, вот такой расклад новый в Гордуме На самом деле расклад действительно новый Потому что, как бы не пытались сейчас анализировать прошлый состав Говорить о каком-либо серьезном представительстве оппозиции Там не приходится Там было 6 человек 30 от Единой России и 6 человек от других партий Я бы сказал, что это условно Условное разделение Потому что я на сегодняшний день знаю Что многих тех, кто не пошел по пути Условно говоря, большинство прошлой думы И критиковал ее На сегодняшний день тоже причисляют якобы к оппозиционным партиям То есть это такое определенное лукавство 11 человек Здесь бы я тоже достаточно осторожно относился к этой цифре Потому что не всегда и не во всем позиция ЛДПР Там равняется позиции оппозиции И в результате, скажем так, доверия 100% А доверия к ним Нет на уровне ни ЗАГС Собрания Но я думаю, что на уровне Городской думы тоже не будет Что касается Опять же, возвращаясь к вопросу о соотношении Ну, на мой взгляд, здесь следует говорить о том Что вот на сегодняшний день депутаты от так называемой оппозиции От Справедливой России и КПРФ Достаточно для того, чтобы останавливать думу От принятия неправильных решений То есть сейчас есть уникальная возможность Сделать процессы принятия решений прозрачными Чего не хватало в думе прошлого созыва Мы все знаем, что очень много решений было принято, грубо говоря, втихаря Если удавалось кому-то вытащить оттуда информацию Эта информация моментально разносилась по СМИ Она действительно была взрывной На сегодняшний день у нас есть прямой канал получения информации В том числе и об этом И дальше я надеюсь, что вот как раз этот канал Позволит нам получать объективную информацию И останавливать Городскую думу в принятии таких вот решений Этот канал, это вы сейчас имеете в виду неких депутатов Которым вы, например, на 100% доверяете Да, то есть это депутаты, в первую очередь, от Справедливой России И депутаты от КПРФ Смотрите, вот получается 11 человек от так называемой оппозиции И по вашей логике оттуда надо вычесть двоих от ЛДПР, да? Ну, я бы не сказал, что вычесть Понятно, что процесс работы, да То есть пока поставим им ноль То есть в чью сторону они будут играть Это будет понятно уже впервые Ну хорошо, вот 9 человек, возможно, плюс 2 То есть вы считаете, что это достаточная сила, чтобы останавливать Или хотя бы просто рождать дискуссию А не просто, что проголосовали 24 человека за И там законопроект принят Ну, на самом деле, буйных хватает и одного Да, там, если их 9, это уже более серьезная сила Поэтому я предполагаю, что и зная тех 9 человек, которые туда идут Вот от коммунистов и эсеров Могу сказать, что каждый из них стоит Там троих тех депутатов, которые идут с другой стороны Все буйные Да, все бойцы То есть, получается, представителям Единой России придется научиться договариваться? К этому призывают везде К этому призывает Госдума К этому призывает ЗАГС Собрание Соответственно, сейчас мы говорим об уровне городском В любом случае нужно понимать, что период монополии власти И принятие решений исключительно с точки зрения своих собственных интересов Он закончился И поэтому, если депутаты партии, большинство Большинство в данном случае не Единая Россия, а большинство в Думе Хотят работать конструктивно, эффективно То им нужно начинать договариваться Михаил, а если сравнить, например, с работой ОЗС Мы же знаем все, что сейчас в нашем Кировском ОЗС Где-то 50-50 количество мандатов у Единой России И у всех остальных партий Вот скажите, на вашей работе как это отразилось? То есть у вас стало очень много дискуссий, споров конструктивных Или наоборот получилось? Ну, на самом деле сложно судить, как это было раньше Я могу судить, потому что Как сейчас работает Сейчас, на самом деле, переговорные процессы занимают достаточное количество времени То есть любые спорные вещи, прежде чем выносятся на пленарное заседание Они выносятся на обсуждение с руководителями фракции Совет Законодательного Собрания Где действительно происходит обсуждение И принимается решение, стоит выносить этот вопрос или не стоит Понятно, что иногда мнение оппозиции игнорируется Но вот в качестве обратной реакции События 16 февраля Когда оппозиция просила, на самом деле, немного Просила там выделить определенное количество времени Для того, чтобы высказаться о том О чем попросили люди, собирающиеся на митинги Ну вот для тех, кто не знает Мы говорим о том заседании ОЗС, с которого ушли Некоторые депутаты, тем самым сорвав заседание Ну, я опять же там Я в данном случае придерживаюсь мнения того Что сорвали те, кто отказался слушать А не те, кто предложили вынести этот вопрос На рассмотрение Потому что все-таки решение большинство принимает Если большинство отказалось слушать меньшинство То, соответственно, ответственность За срыв данного мероприятия Я возлагаю на большинство И считаю, что в данном случае Все разговоры о том, что Данное заседание сорвано оппозицией Это разговоры ни о чем Да, оппозиция вышла Но вышла не потому, что Она хотела сорвать мероприятие А потому, что ее отказались слушать После этого был процесс в тот же день Переговоров Где вновь оппозиция не получила поддержки В результате оппозиция не вернула в зал Таким образом, ответственность за то, что Мероприятие оказалось сорванным Все-таки лежит на тех, кто не захотел идти на переговоры Но вот очень многие, к сожалению, называют это Димаршем Ну, в данном случае это вот, скажем так Опять же, это очень активно муссировалось в рамках избирательной кампании Почему это было в рамках избирательной кампании Представлено так, мы с вами понимаем Да, то есть в чьих интересах мы тоже с вами понимаем Вопрос заключается в том, кто готовил эту информацию о Димарше И вот в рамках последнего заседания пленарного Как раз руководитель фракции «Справедливая Россия» Мушаренко попросил разобраться в этой ситуации Потому что есть предположение, что к этому причастны В том числе сотрудники аппарата ЗАГС Собрания Ну, в каком смысле, что вы имеете в виду? В части подготовки информационных материалов Связанных с данной акцией Ну, я думаю, что в этом еще предстоит разобраться Ну, вот правильно ли я вас поняла, что на работе Избирательного, пардон, законодательного собрания Такой состав 50-50, в общем-то, отражается В сторону конструктивной дискуссии Конечно, конечно А вот по поводу состава новой городской думы Вы, конечно же, видели эти списки Вот оцените, пожалуйста, состав Много ли там новичков? И чего вообще можно ждать от работы городской думы Вот в таком вот виде? Ну, начну с того, что все-таки вот Если мы берем депутатов от ЗАГС Собрания От Единой России То костяк, тот костяк, который был в прежней думе У нас сохранился Хорошо это или плохо Но в данном случае ничего хорошего В прошлом созыве мы от этого не увидели Поэтому изменятся эти люди или нет Опять же, встает вопрос Как на них будут воздействовать новые депутаты Как они проведут анализ всех своих действий и ошибок Которые они были в прошлом думе Поэтому если они изменятся Это будет действительно хорошо То, что касается новых депутатов Ну, опять же, как новый депутат Могу вас заверить, что Мотивация очень высокая Желание изменить что-то в лучшую сторону Она большая Другое дело, что дальше начинаешь упираться Упираться в то, что где-то не хватает знаний Упираться в то, что где-то тебя не хотят пускать То есть, вот Если они сохранят эту мотивацию Вот новая, да, там Ну, где-то Я бы, наверное, тоже говорил о половине примерно Вот сохранят эту мотивацию и будут биться А еще раз повторю Я считаю, что много бойцов туда пришло То, в принципе, это будут хорошие депутаты Так, вот хотела спросить и забыла А, вот про что хотела спросить Ну, ни для кого не секрет, да Что и в прошлой городской думе были Ну, такие некие, так скажем, блоки депутатов по интересам Как вы считаете, в этой думе будут ли блокироваться? И если да, то вот по каким-то вопросам Сферам влияния по какому признаку? Ну, опять же, начну с того, что моя позиция Что у нас прошлая дума целиком состояла Из блока по интересам И поэтому этот костяк, он остался и сейчас А сфера интересов этого блока Это все, что связано с муниципальной собственностью Имуществом И различными там муниципальными преференциями То есть этот блок, он есть, он силен Потому что он, скорее всего, там получит и власть С точки зрения там председателя, заместителей У них есть хорошие покровители И вот этот блок, он будет здесь Второй блок, вот эти там 9 человек оппозиционных Этот блок не имеет четко выраженных вот интересов С точки зрения собственного бизнеса Это блок людей, которые идут туда Для того, чтобы вот остановить Ну, простите уж за грубое слово Разграбление этого города Ну вот, простите, например От КПРФ Леонид Сандалов Ну, имеет же человек собственный бизнес Имеется в виду с точки зрения соединения возможностей Быть депутатом с преследованием интересов собственного бизнеса Ну, я думаю, на самом деле, что если хотеть Такие возможности всегда можно найти Особенно если бизнес есть Ну, для этого тогда бы Сандалов, скорее всего, пошел бы По спискам другой партии Ну, возможно То есть в данном случае этот человек идет туда В команде людей, которые хотят вот просто-напросто сделать так Чтобы в городе там началась работа с проблемами города А не с проблемами отдельных там бизнесов и олигархических групп А как вы считаете, кто такой самый яркий персонаж в новом составе Гордумы? От кого вот можно ждать таких неожиданностей? Каких таких, опять же? Ну, например, когда мы приезжаем на съемки, да, на заседание УЗС Есть два очень ярких персонажа на УЗС Это Валерий Турува и Дмитрий Русских То есть от них всегда можно ожидать вот чего-нибудь такого, такой интересности Что сейчас встанут и вот спросят что-нибудь такое Что, во-первых, всем интересно А, во-вторых, действительно всех волнует Вот в городской думе есть у нас теперь такие люди? Ну, на самом деле, тут, опять же, они все разнопрофильные Да, там есть Екатерина Иосифовна Тарловская Специалист в сфере здравоохранения Поэтому там все, что касается, предположим, социальной сферы С здравоохранением, опять же, да Можно ожидать, что она будет иметь жесткую позицию Мы об этом знаем о ее работе в общественной палате Когда она открыто вступала в споры с заместителем губернатора Матвеевым Дмитрием Александровичем Я думаю, что эта позиция, ее будет транслироваться в том числе и на городскую думу То, что касается вопросов о эффективности управления муниципальным имуществом На мой взгляд, опять же, есть тот же Леонид Сандалов Есть тот же Антон Русских Это там люди, которые разбираются в этих вопросах Поэтому ждать о том, что вопросы эти будут приниматься спокойно Ну, вот, честно говоря, не приходится Можно предположить, что по каждой сфере найдется человек, которому есть что сказать А вот как раз про Екатерину Тарловскую Мы все знаем, что она стала единым кандидатом на пост мэра от объединенной оппозиции Вот, знаете, на портале davich.ru на эту тему вчера оставили такой комментарий Шансов у Тарловской нет, единорусцы проголосуют за Быкова Ну, второй кандидат, как мы все знаем, Владимир Быков Вот вы как думаете, у Екатерины Иосифовны вообще есть шанс хотя бы побороться? Ну, нет Да, то есть мы понимаем, что, скорее всего, ее не выберут Но это человек, который действительно в городе известен И, несмотря на все попытки ее очернить в ходе избирательной кампании Известен с хорошей стороны Поэтому не случайно, может быть, для оппозиции Возможность выдвижения такого человека Есть показ того, что ценятся не какие-то качества человека Имеются в виду боевые А ценится тот опыт, тот авторитет, который есть у депутата То есть, на мой взгляд, Тарловская в данном случае Как единый кандидат от оппозиции на должность главы Это наиболее приятный и красивый пример Приятный и красивый пример, но не жизнеспособный, видимо Опять же Жизнеспособность Просто грусть в ваших словах такая прозвучала, безраздельная Покажет время То есть Даже тот глава, который будет избран большинством Будет понимать, кто, скажем так, был его конкурент Кто за ним стоит фактически вторым в списке И вот, на мой взгляд, это должно главу стимулировать к тому, чтобы не допускать ошибок А как вы считаете, в каком случае у единого кандидата от оппозиции Были бы шансы реальные побороться за кресло мэра? Если бы было не менее одной трети Тогда можно было как-то пытаться договориться А вообще, знаете, вот у меня такой вопрос возник Как вы думаете, почему именно Екатерину Торловскую выбрали именно единым кандидатом от оппозиции? Именно ее? Ну, вроде как, она женщина, да, во-первых Это уже по определению слабый пол Во-вторых, ну, вроде как она не бизнесмен, не бизнесвумен, не хозяйственник Да, со своей позицией Да, известная, да, уважаемая Но вот какой логика была, как вы думаете? Вот много чего не хватает предпринимателям, когда они приходят на работу в политике Это умение разбираться в политических процессах Вот у Торловской за годы ее работы в общественной палате и взаимодействия с правительством На мой взгляд, этот опыт достаточно серьезный для того, чтобы не тратить время на адаптацию А начать работать в качестве главы сразу Поэтому вот это еще один аргумент, который, на мой взгляд, может быть ключевым Который перебьет аргумент того, что она женщина На самом деле вопрос спорный, вопрос такой дискуссионный И я думаю, что в вашей передаче можно эти темы обсуждать Поэтому вот этот аргумент, то, что человек опытный именно в вопросах государственного и муниципального управления Этот аргумент достаточно весомый Ну а, например, Антон Русских, он очень долгое время был членом Единой России И тоже в политических процессах разбирается Вот вам кандидат, собственно, нет? Все-таки Антон больше бизнесмен Да, то есть у него есть бизнесы, которые необходимо сопровождать Которые необходимо там лелеять, взращивать и развивать То есть я вполне предполагаю, что кандидатура Антона в том числе обсуждалась И вполне предполагаю, что именно сам Антон взял самоотвод Хотя, на мой взгляд, город не потерял бы точно А, скорее всего, выиграл бы, если бы он стал главой Но, наверное, даже если бы единым кандидатом был Антон Русских То при таком раскладе шансов бы все равно не было Я еще раз говорю Здесь не вопрос шансов Вопрос в том, чтобы обозначить главе города планку Вот выбрали тебя Но ты понимаешь, что выбрали тебя А за тобой человек вот с такими качествами И поэтому, если ты будешь показывать свои худшие качества Люди это увидят То есть, вот, собственно, основная цель, на мой взгляд, вот в этом заключается Ну вот в пятницу у нас будет заседание городской думы На котором как раз и выберут нашего мэра Вы, кстати, пойдете? Скорее всего, нет, потому что у меня запланирована командировка А я уже попросилась на съемку Я сказала, отправьте меня, я хочу это видеть Я буду следить за твиттером за вас Я буду писать Вот я хотела еще обсудить с вами тему послевыборных митингов Их было в Кирове несколько Один из них оппозиционный И были митинги в поддержку Владимира Путина Вот я сначала хочу про оппозиционный митинг Я сама на нем не была, к сожалению Но я видела видео И, судя по картинке, народу там было очень немного И в основном это были представители политических партий Вот как вы считаете, почему там людей-то не было? Что, все считают, что у нас выборы честные были? Ну, я считаю, что вот митинги, которые начались в декабре После декабрьских И то, как они проводились Они данную форму дискредитировали То есть люди перестали верить в митинги Как форму, через которую вас услышат А во что они стали верить? А вот здесь как раз Есть над чем подумать Потому что люди ждут какую-то возможность для того, чтобы высказываться Но пока вот Пока есть только ресурс интернет Ресурс отдельных средств массовой информации То есть объединенной формы нет Но у нас же много недовольных тем, как прошли выборы Много А где же они все? Они должны же как-то начать себя проявлять Вы как себя проявляете? Вы довольны итогами выборов? Я как журналист Я проявляю себя профессионально Как кировчанин Я, наверное, уже даже не кировчанин А во мне журналист с ростом с кировчанином И, ну, понятно, что я снимаю об этом сюжеты То есть, ну, мне повезло У меня такая работа У меня есть возможность и поработать И этим самым выразить свою личную позицию То есть и сюжеты о нарушениях на выборах Они были Но где остальные это люди, которые тоже считают, что выборы были нечестными? Вот они что, дома за компьютерами сидят? Я думаю, что, опять же, люди ждут объединяющей силы Вот в настоящее время оппозиционные партии ждут решения правоохранительных органов О законности, незаконности подкупа Как такой визитной карточки выборов в Кирове Вот не все знают эту историю, Михаил, наверное Расскажите, пожалуйста, про 500 рублей Я, честно говоря, не предполагаю, кто может не знать То есть все, кто читает газеты, я думаю, должны об этом знать На самом деле все достаточно просто Вот была применена... Ну, технология не самая новая Она была и раньше в других территориях опробирована В этом году получили ее мы в качестве подарка Когда людям под шапкой, условно говоря, некого бренда «Народный наблюдатель» Фактически платили за то, что они приходили на избирательный участок и голосовали за конкретных кандидатов Притом множество фиксаций, видеофиксаций, которые существуют у оппозиционных партий Говорит о масштабности данного действия То есть, по имеющейся информации, на каждой из 11 участков, округов, где данная технология применялась Было подготовлено до 5000 договоров То есть мы можем оценить примерный объем То есть у нас есть в городской думе, правильно ли я понимаю, 11 депутатов Которые победили благодаря 500 рублям Помноженным на 5000 раз Вот, опять же, дабы не нарваться на то, что я тут кого-то обвиняю Скажу так, с законной точки зрения дождемся того, что скажут правоохранительные С моральной точки зрения, с общественной точки зрения, да То есть эти депутаты поступили нечестно Нечестно с морально-этической точки зрения Это есть посягательство на моральные устои общества Вот, на мой взгляд, здесь страшнее даже не то, какая оценка правовая будет дана Сколько вот эта оценка В избирательной компании, в избирательной технологии, как определенная игра Она все равно имеет определенные рамки, за которые нельзя заходить Определено это законом, не определено это законом Вот, на мой взгляд, у нас в Кирове произошел выход Наглый, циничный, бесцеремонный Ну, вот этот выход произошел Хорошо, вот, я думаю, со своей стороны оппозиционные партии подали жалобы Много жалоб подали Ну, сейчас по всем фактам разбираются как раз правоохранительные органы Когда будет решение? В течение 10 дней с момента подачи То есть я предполагаю, что до конца недели Ну, то есть это где-то получится в числа 15-го, да? Хорошо, тогда ждем решения Вот мы... А, вот еще про митинг в поддержку Владимира Путина не спросила Вот как раз он очень сильно отличался от митинга оппозиционного Потому что там была людей, полная театральная площадь Конечно же, потом ходили слухи, что многих из них там выгнали добровольно-принудительно Многим пообещали отгул Но вот, тем не менее, собралась полная площадь людей И, по-моему, митинг в поддержку Владимира Путина был у нас не один Вот как вы считаете, нужен ли был этот митинг? Ну, вроде бы, вы победили Молодцы, радуйтесь Зачем народ-то тревожить? Как вы считаете, вот нужен он? Вот на эфире, как раз в эфире московской радиостанции «Эхо Москвы» Однажды прозвучала хорошая мысль Что любой абсолютный правитель хочет считать, что его максимально любят И поэтому вот эти митинги — это показатель того, что его очень сильно любят Вот, соответственно, здесь у нас, я думаю, что цель в основном была эта Доказать, что выборы легитимны Доказать, что людей, которые проголосовали за единую Россию, за Путина Их абсолютное большинство При всем при этом хочу отметить, что ни у кого, может быть, кроме коммунистов, кроме Зюганова Больших претензий, точнее, желания не признавать выборы президента нет А вот почему, как вы считаете? Ну, на мой взгляд, примите на Кирову, в принципе, здесь не было никаких нарушений У нас, как ни парадоксально, избирательной кампанией президента в Кирове практически никто не занимался Все региональные отделения партии занимались своими, городскими И поэтому что-либо такого чернушного, неправильного, незаконного в тех выборах, в тех кампаниях нет Можно обсуждать о том, как она была проведена кампания на федеральном уровне Ну, скажем так, мы можем только констатировать, что там все, что можно было сделать в поддержку одного кандидата, там было сделано Остальные кандидаты, основная масса остальных кандидатов боролись за то, чтобы получить как можно меньший процент Для того, чтобы как можно больше отдать главному кандидату Вот, собственно, такой для меня вывод В том, что, может быть, кроме Зюганова, все остальные боролись за то, чтобы отдать свои голоса А, ну, слушайте, а как же Прохоров? Вот он набрал 9% в Кировской области, буквально выстрелил практически столько же, сколько Жириновский Замечательно Я считаю, что для человека с такой харизмой, которую он пытается показать В принципе, можно было провести кампанию в регионе, реальную кампанию Не только надеяться на федеральный уровень, а реально проводить кампанию в регионе Тем более, здесь есть работающее отделение, здесь есть люди, которые хотели бы помогать И кампания реально бы могла состояться Но этого не произошло Вывод Либо он не очень хотел Либо Не знает, как это делать То есть в Кировской области вот эти 9% для Михаила Прохорова Это не успех, а скорее Неиспользованная возможность Я бы сказал, это те, кто не хотят голосовать за Путина И те, кто хотят голосовать за второй тур Все ушли к Прохорову Да Что же их так мало-то? Ну, я думаю, что опять же тут следует размышлять уже о других вещах Что для того, чтобы вас полюбили, надо все равно хоть что-то сделать Кроме того, чтобы заработать миллиарды Ладно, Михаил, мы сейчас прервемся с вами на рекламу А после нее мы вернемся к разговору с депутатом УЗС Михаилом Курашиным Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в студию на 101FM программы «Особое мнение» Меня зовут Юлия Афанасьева И мой гость сегодня депутат УЗС Михаил Курашин Михаил, ну давайте мы с вами продолжим про выборы Вот мы вчера с вами, когда разговаривали по телефону, обсуждали этот эфир Вы мне сказали такую фразу, что на этих выборах проиграло гражданское общество Вот, как вы считаете, что теперь нам всем делать? Ну, буквально вчера же этот вопрос обсуждали с блогерами, да, когда собирались Вывод, есть два пути Первый путь — сесть в сторонке и ждать, там, считать ошибки и злорадствовать Что, ага, вот те, кто купились, это вам урок И уже сейчас, предположим, в интернете очень много появляется подобных вещей Когда там появляется материал о том, что проезд подорожает, бензин подорожал Одна из таких первых реплик, там, ага, те, кто продались, вот вам подарок То есть это путь, который самый простой Есть путь непростой Путь в том, чтобы попытаться на этом примере заниматься все-таки развитием общества Разъяснением обществу Или, как вот вчера термин прозвучал, идти в народ То есть те представители, те лидеры гражданского общества, которые есть у нас А это не только блогеры Хотя блогеры и пытаются себя позиционировать как лидерами гражданского общества Так вот, эти люди, которые поняли, что произошло Опять же, не с точки зрения закона, а с точки зрения морали Должны ситуацию менять На этом примере воспитывать, разъяснять людям о том, что мы недостойны того, чтобы нас вот так покупали Ну вот смотрите, хорошо Будут они встречаться с людьми, объяснят им, что произошло Расскажут про эти нарушения Но, по сути, мы же выбрали уже свою власть И мы с ней в ближайшие несколько лет, скорее всего, ничего не сделаем И она у нас никуда не денется Вот что поменяется-то, если людям это объяснять Вопрос заключается в том, что власть должна чувствовать давление гражданского общества И если все решения власти будут проходить через призму оценки гражданским обществом То, поверьте, будет на порядок сложнее принимать решения антиобщественные Ну, предположим, там, снести полпарка Победы Так ведь очень много критиковали прошлую городскую думу за это, и что? Вопрос заключается в том, что критиковали каким количеством? Кто критиковал? Почему в данном случае те, кто критиковали из числа жителей В день голосования выстроились там в очередь ради этих 500 рублей? То есть вот тут как раз заключается вопрос, что у людей нет веры в справедливую власть У людей нет веры в то, что на власть можно влиять И вот, на мой взгляд, задача гражданского общества, лидеров гражданского общества Доказать, что влиять можно То есть чтобы к следующим выборам у нас не осталось людей, которые за 500 рублей согласятся поставить галочку где надо Да В идеале А там в текущем режиме, да, хотелось бы, чтобы даже те депутаты Ну, вчера, кстати, у блогеров прозвучала, на мой взгляд, такая не самая худшая идея Это не здороваться с депутатами, пятисоточниками То есть вот где бы ни переходило Вылесить в интернете список позорный и не здороваться Их уже много, да, и не здороваться с ними Вот, и взять под контроль их действия, как они голосуют по тем или иным вопросам То есть создать им максимально жесткие условия Чтобы они действительно понимали, что они не народные избранные, а не купившие себе места И тем самым, чтобы у них не появилось желание к следующим выборам участвовать в этом Потому что на них будет пресс, общественный пресс Не законодательный, да, там, не какой-то пресс административный А пресс именно народный А вот по поводу того, чтобы перестать с ними здороваться Вот, как вы считаете, вот кто должен перестать здороваться? Ну, условно, да Ну, явно же, там, не их коллеги, депутаты А если там вы завтра встретитесь на улице, там, с одним из этого списка И не поздороваетесь, ну, вряд ли он от этого будет испытывать моральные страдания Ну, поверьте, там, если человек все-таки не до конца совесть растерял То вопрос, почему со мной не здороваются, то он будет задавать Если у человека хорошо все с самооценкой, там, с адекватностью То есть автоматически это все равно Там, если мимо вас проходит ваш знакомый и с вами не здоровается Вы же, наверное, задаете вопрос, а почему он со мной не поздоровался? Правильно? А там, он как, эти депутаты, как публичные люди Обязаны будут встречаться с жителями, да Где-то, там, на каких-то мероприятиях Ну, и представьте, там, их будут игнорировать Их, там, не будут приглашать, там, не знаю, куда-то на встречу На ту же встречу блогеров Их не будут приглашать Они не блогеры Ну, там же открытые, у нас же блог-сообщество, оно же открытые Туда всегда приглашают Ну, это, получается, вы противоречите сами себе, да Вроде как открытые блог-сообщества, но вот Для некоторых закрытые не будем приглашать Ну, нет, я для примера сказал, да Хорошо Опять же, вот, их могут туда и пригласить, да И начинать задавать, там, крайне неудобные, жесткие вопросы Да, там, не надо понимать чисто физически Что, вот, там, встретил человека, там, не пожал ему руку Да, там, это же можно более широко смотреть Лично мне в силу должности придется руку пожимать Там, не раз и не два Ну, как чиновнику, да, там, как человеку, который, там, вынужден в рамках работы Там, как человеку, да, там, я, честно говоря, не говорю желанием пожимать им руки Потому что, там, за такие вещи, на самом деле, прощать нельзя Михаил, у меня есть вопрос, который уже практически стал, наверное, традиционным в этой программе Я последнее время всех своих гостей спрашиваю про судьбу нашего губернатора Никиты Белых Как вы считаете, что с ним будет после инаугурации Владимира Путина? Снимут или не снимут? Ну, я чувствую, что Никита Юрьевич должен икать у нас, наверное, везде, постоянно Каждую неделю по средам с часу 0.08 до 13.46 Ну, на самом деле, я считаю, что позиции Никиты Юрьевича на сегодняшний день достаточно стабильны Несмотря на предпринимаемые попытки со стороны, там, местных группировок разбалансировать ситуацию, да И попытаться доказать, что, там, Никита Юрьевич не в состоянии управлять областью и не сделал ничего хорошего Вот, то есть, это все, на самом деле Никоим образом не влияет на его стабильность Ну, вы знаете, мне почему-то кажется, что Владимиру Путину немножко все равно, что считают местные элиты, да Я спрашиваю именно про действия будущего или избранного, как это сейчас правильно говорить Президента страны, который всем публично пообещал, что если меня выберут, я сниму всех губернаторов, которым были претензии по тарифам ЖКХ То есть, тут уже такой вопрос, сдержит он свое слово или на правах победителя всех простит и отпустит Я, честно говоря, не верю в то, что, там, применительно к Никите Юрьевичу, там, эта угроза состоится А почему? Вопрос в том, что губернаторов оценят не только по тарифам ЖКХ Губернаторы оценят в целом по тому, что сделано и плюс ко всему оценивают его позиции, его рейтинг в регионе На мой взгляд, на сегодняшний день, там, рейтинг белых достаточно стабильный и высокий Именно в регионе, в Кировской области Да, создавать в условиях, когда страну до сих пор будут дорожать, там, те же президентские выборы и его итоги Создавать еще одну конфликтную ситуацию в Кировской области И тем самым формировать некое негодование, там, к тому же президенту Ну, для этого надо быть очень сильным человеком, да, и понимать, что на это место должен будет прийти другой, более авторитетный губернатор А таких, на мой взгляд, сегодня нет А вот про других или более авторитетных Как вы думаете, после того, как примут закон о выборах губернаторов Ну, мы уже все ждем, что весной он состоится Грозят ли Кировской области досрочные выборы? И вообще, грозит ли России волна досрочных выборов губернаторов? Досрочных по инициативе кого? Самих губернаторов А тут, может быть, по-разному, тут, может быть, ведь принято и волевое решение Не, ну, если по России прокатится волна досрочных выборов, поверьте, там, это говорит уже о том, что мы переступили революционную ситуацию, революция начинается Если же мы говорим о том, что на это дело пойдут сами губернаторы, то я думаю, что количество таких губернаторов будет немного И предполагаю, что та, там, открытость, которая есть у белых, вполне вероятно придет ему к тому, что он действительно пойдет на перевыборы А видите ли вы внутри Кировской области другие кандидатуры на эту должность? Вот, на мой взгляд, людей, которые обладают, там, таким стратегическим видением вперед, в Кировской области нет Есть люди, которые готовы, там, совершить какие-то сиюминутные вещи, которые, ну, отчасти создают иллюзию, что у нас жизнь меняется Но, как показывает опыт, дальше, там, видения двух-трех лет у них нет На сегодняшний день губернатор завел и заводит несколько, там, проектов, которые долгоиграющие Они, там, не дадут эффект завтра, они не дают эффект через год Там, возьмем пример, тоже, там, поддержка социальных инициатив, местных инициатив, да, там Это не проекты годовые, это проекты долгоиграющие И поэтому, вот, там, за эти его проекты, на мой взгляд, его следует уважать Кто может предложить аналогичную? Ну, вот, я однажды слышал в Москве мнение о кировской элите в том, что она мелка, склочна и не способна на какие-то такие фундаментальные вещи А вот я тут прочитала, как раз мои коллеги из Вятского наблюдателя написали, что вполне вероятно, что Никиту Белых могут забрать в Москву Мол, Медведев скоро будет премьер-министром, он будет формировать свою команду Ну и, собственно, Никиту Белых, как человека своего, в эту команду пригласит Как вы считаете, насколько это вероятно? Ну, опять же, зная, как в Москве, Москва уже на протяжении нескольких лет пытается какие-то проекты предложить Никите Юрьевичу Могу предположить, что такое предложение может быть Но, зная Никиту Юрьевичу, хоть, может быть, не очень близко, но, по крайней мере, по его работе, могу сказать, что думаю, что он откажется А второй срок губернаторский, как вы считаете, он пойдет на него? А почему нет? Вот, если в начале, да, там, и мы это видели, в том числе, там, в тех сообщениях, которые были от губернатора У него был определенный такой пессимизм к тому, что он сюда попал Там, на сегодняшний взгляд, вот, в его, там, сообщениях больше позитива Что, вот, процессы идут, там, они идут нелегко, они идут тяжело Но процессы идут, и ему интересны эти процессы Поэтому эти процессы, я думаю, он готов продолжать и дальше Ну, и, наверное, еще не имеет смысла начинать, как вы сказали, долгоиграющие проекты И через пять лет уходить из этого региона Спрыгивать, да Какое вы слово употребили, спрыгивать На этом наше время закончилось Михаил, я благодарю вас за эфир, спасибо большое Это была программа «Особое мнение» Мой гость депутат ОЗС Михаил Курашин Меня зовут Юлия Афанасьева Всего доброго, Михаил, спасибо еще раз Вам спасибо за приглашение И до свидания До свидания Особое мнение на 101FM